Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает работу в эфире. О событиях в крае вам расскажут корреспонденты и мы, ведущие выпуска, Дарья Белова. И Станислав Тесерятник. Далее о наиболее заметных темах. Осторожно, грипп на Алтае из-за эпидемии закрывают школы и депсады. Шахматы на льду. Для Барнаула настало время разбрасывать камни. Бои с правилами. Что новенького на чемпионате Барнаула по мини-футболу, собирающим полные залы. В больницах посторонним вход воспрещен, а в школах отменены все массовые мероприятия. Накануне в Алтайском крае введен карантин по гриппу и ОРВИ. А уже сегодня из-за массовой болезни детей в регионе полностью закрыты три школы и четыре детских сада. К счастью, в Барнауле пока работают все детские сады и школы. Но только пока, говорят специалисты. В краевой столице учебный процесс приостановлен в 23 школьных классах и 14 детсадовских группах. А уже завтра, обещают в городском комитете по образованию, вынужденные каникулы начнутся у школьников еще пяти классов. Программу учителя будут корректировать, но если все-таки количество больных на Алтае перевалит за 50%, возможно уменьшат весенний отпуск у школьников. Класс мы закрываем, когда в классе число заболевших детей более 20%. По городу общая заболеваемость детей на сегодняшний момент это 7,2%. То есть пока еще небольшая. Но, как правило, это дети с пятого по девятый класс заболевают. И несколько классов у нас начальных пошли. Очередное водное ЧП на Павловском тракте в Барнауле сегодня рано утром произошла авария на сетях водоканала. В плену стихийного подтопления оказалась парковка перед магазином, котлованом и дворы соседних домов. Автовладельцам, оставивших своих железных коней здесь на ночь, утро принесло неприятный сюрприз. На этих кадрах видно, насколько масштабной оказалась лужа, разлившаяся по территории перед продуктовым магазином. Машины погружены в воду настолько, что вызволить их из водно-ледяного плена теперь можно лишь с помощью специальной техники. Звонок с информацией о ЧП поступил в службу водоканала в 5.30 утра. На место аварии выехали специалисты. Причиной происшествия стало повреждение на стальном водоводе. Ограничить выход воды на поверхность удалось в 7.15. В одном из многоэтажных домов на Павловском, 74, пришлось включить водоснабжение. В течение всего дня здесь вели ремонтные работы и откачивали воду с автомобильной парковки. Полностью ликвидировать последствия ЧП планируется поздней ночи. Газификация – это развитие Барнаула. Ее темпы городоначальник оценил на неудовлетворительно. Сегодня на коллегии в администрации краевой столицы подвели итоги перевода жилых и домов и котельных на голубое топливо в прошлом году. И оговаривали задачи на текущий. Подробнее Лариса Куренкова. Барнаул газифицирует по долгосрочной целевой программе. В прошлом году на природный газ перевели более 3000 квартир, 64 котельные, построили 105 километров газовых сетей. Специалисты заверяют по цифрам, план даже перевыполнен. Работы вели в борзовой заимке, в Ласихе, Ягодном научном городке, микрорайоне Докучаева. И в этом году тоже есть важные задачи. Газификация поселка Кирова – это лишь один из объектов. В микрорайон Мирный, в индустриальном районе и в Ленинском районе. Коператив. А также большое внимание будет уделяться в железнодорожном районе, в районе холодильника, в районе улицы Танковой, Матросова и в сторону Советской армии. Несмотря на это, глава администрации города Игорь Савинцев остался недоволен и темпами газификации, и подходами комитета к своей работе, к разъяснительной работе с жителями. В сфере по-прежнему немало проблем. Например, особое беспокойство городоначальника вызывает строительство сетей по проспекту Комсомольскому. Его планировалось завершить еще в октябре прошлого года, но не построено и половины. А значит, сорван перевод на голубое топливо в 8 тысяч квартир, 4 муниципальных и 20 частных котельных. Других у нас участков в городе Барнауле, я считаю, таких стратегических нет. Потому что он кардинально сегодня может изменить подходы вообще в развитии всего Артельского района, той зоны и Центрального района. Вы знаете, вот ваша информация-то так, убаюкивающая такая, спокойная-спокойная, значит, прочтение лекции. Я сегодня не вижу ни озабоченности, ни боли комитета в тех вопросах, которые сегодня мы рассматриваем. Еще одно важное замечание по опыту прошлого года озвучил сити-менеджер. Речь о ситуации с котельными по Бельмесевой на улице Интернациональной. Срок их ввода существенно затянули, и это сказалось на старте отопительного сезона, когда близлежащие дома оставались без должного тепла. Вопросы к газификации Игорь Савинцев назвал приоритетными, и они будут постоянно находиться на контроле. Должна идти нормальная, плановая, выстроенная работа, потому что на самом деле там, где газ, там развитие. Там, где газ, там экология. Лариса Куренкова, Павел Лаурнин. Наши новости. Главное, чтобы костюмчик сидел. Женская часть журналистов, которые задействованы в уникальном театральном проекте под названием «Коварство и любовь» не по Шиллеру, впервые примерила свои костюмы и заодно поучаствовала в фотосессии. Перевоплотилась в актрису Юлия Филатова. На создание образа порой уходят не дни, месяцы. У нас же все иначе. Уникальному проекту уникальные сроки. Буквально за час деловые и собранные участницы перевоплотились до неузнаваемости. Сценический макияж, прическа и, конечно же, платья, тщательно подобранные под роль каждой. Но все же это не просто подборка костюмов и их первая примерка. Сейчас я другой человек. Я та самая Анфиса Антрыкина. И совершенно никакой не редактор «Комсомольской правды». И сейчас я готова что-то сделать такое ужасное. Но придется всего лишь пофотографироваться для афиши. Вот именно так вы себе представляли? Законченный, завершенный образ Антрыкина? Абсолютно не так. У меня должно быть вообще декольте сумасшедшее. Сейчас мне всю красоту поприкрыли на самом деле. А декольте нужно исключительно для роли, для того, чтобы красоваться. Там есть один элемент, который пригождается декольте. Где пригождается декольте? Войти в образ нужно не только в примерочной, но и перед фотокамерой. Каждая новоиспеченная актриса сфотографирована для афиш, которые совсем скоро появятся в разных местах города. Женские персонажи из нескольких классических произведений объединятся под одним названием – «Коварство и любовь не по Шиллеру». Когда вообще была озвучена мысль у такого проекта, я сразу закричал «Ура!», потому что он у нас витал в воздухе давно. Мы просто не знали, как вас, журналистов, как-то сгруппировать, да и привлечь к театру, как вам показать вот эту театральную работу, даже жизнь, работу театра вот изнутри. Первыми афиши скоро увидят наши телезрители. А за месяц до постановки и все жители краевой столицы. Напомним, что премьера спектакля «Ревью» назначена на 27 марта в Международный день театра. Попасть на него сможет любой желающий. А пока ежедневные репетиции продолжаются. Юлия Филатова, Павел Лауронин. Наши новости. Его называют интеллектуальным видом спорта – шахматами на льду. Зародился он в Шотландии в 16 веке, а в России о нем всерьез заговорили в 1998 году, когда этот вид спорта включили в Олимпийские игры. Речь идет о керлинге. Ну, похоже, теперь для Барнаула тоже настало время разбрасывать камни. Наш корреспондент Кирилл Политов на время съемки переквалифицировался в полотера. Здесь многое зависит от качества льда. Профессиональный айсмейкер перед игрой должен его сначала приготовить. И хотя на этой площадке не замороженная вода, а искусственное покрытие, тем не менее для лучшего скольжения снарядов после каждой партии должны проводить процедуру опрыскивания. Основные азы керлинга можно освоить за один присест. По правилам участники делятся на две команды. Чьи камни окажутся ближе к центру мишени, а правильнее будет дома, тот и Виазы Чемпионс. Казалось бы, что тут сложного, но не все так просто. Многие думают, что в керлинге нет особо таких физических усилий. Вроде бы присел, пустил камень и все. На самом деле это не так. Стоит только попробовать сыграть несколько раз. После уже второго энда все группы мышц, спина, ноги, все нагружаются. На следующий день, возможно, даже все будет болеть, такая приятная усталость. Помимо физической нагрузки, керлинг еще и думать заставляет. Ведь не зря же его называют шахматами на льду. В идеале ваши гранитные снаряды должны вытеснить из дома чужие. Но в них-то надо еще и попасть. После запуска снаряда партнеры по команде активно начинают свиповать. Специальными щетками они задают направление для снаряда. Зародился этот вид спорта в Шотландии в начале 16 века. Местные жители по ровной поверхности замерзших озер запускали обломки скал. Для развлечения, конечно. А вот теперь мода разбрасывать камни докатилась и до краевой столицы. Встреча длится до 10 партий, которые называются «энды». С английского слова означает «конец». Есть даже в керлинге и свой кодекс чести. А еще у болельщиков этой игры есть интересная байка. Мол, после завершения карьеры в керлинге спортсмены уходят в палатеры. У них, говорят, это лучше всего получается. Хотя можно попробовать себя и в хоккее. Вдруг удастся. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Кадеты края встали на лыжи. Традиционный марафон среди воспитанников кадетских школ и патриотических клубов края прошел в минувшие выходные. Маршрут Бийск-Верховской. С места событий Ксения Чернова. На лыжные Деса 2013 года приехали кадеты из Горняка, Белокурихи, Барнаула, Бийска, Олейска, зато Сибирский. Кадетская школа Наукограда распахнула двери для гостей со всего края в восьмой раз. Дети, конечно, с нетерпением ждут этой встречи, потому что это знакомство, это дружба, это, естественно, проверка себя на выносливость, на взаимовыручку. Команды разбились на две группы. Пока одни состязались в биатлоне, другие участвовали в лыжном переходе. Ребята преодолели 20-километровую дистанцию. У Катунского моста устроили привал с полевой кухней, горячий чай, каша. Десантники также встретились с сельскими лыжниками и преподавателями. Ну, расскажи, как шли, впервые ли ты такой путь проходишь? Ну, я уже иду не первый раз, я уже выпускница. И было легко, весело и хорошо. Устала? Нет. Все довольны. Значит, это мероприятие на пользу всем. И нам мы от них молодеем, и им. Для здоровья хорошо. Вот, правильно? Вот. Каша, говорят, удалась. В завершении лыжного десанта все участники проекта встретились в Верхобском. Возложили венки к стеле воинов-победителей Великой Отечественной войне. Ксения Чернова, Иван Зяблицкий. Наши новости. Такой была эта среда. Впереди вас ждет обзор спортивных событий и прогноз погоды. Также для зрителей Крэевой столицы у нас приготовлены традиционные рубрики. Нам пишут с Натальей Николенковой и Галиной Юмашева в еженедельной рубрике «Журнал происшествий расскажет о серьезных и курьезных ЧП». В студии для вас работали Станислав Тетерятник и Дарья Белова. Хорошего вечера. До встречи. Спонсор рубрики «Барнаульская гор. Электросеть». Здравствуйте. Дзюдоисты порадовали нас успехами первенства Сибири до 21 года. Юлия Третьякова, Ольга Байкина и Вера Давыденко победители. Серебро у Антонины Сон. Бронзу завоевала Кнарик Карапетян. У парней юниоров две бронзовые медали. Денис Волков и Никита Горн. Все поедут на чемпионат страны в Красноярске. На мини-футбольном чемпионате Барнаула зрелищная и интригующая получилась игра, например, между «Трансгазом» и «Максимумом». Во втором тайне даже удаление игрока не помешало «Максимуму» выйти вперед. За считанные секунды до финального свистка все-таки оформилась ничья 4-4. У нас есть форвард свой, Герман Александр, который очень хорошо играет. Считайте, он в третьей лиге занял у нас, больше всех забил из участников голов. Он пробивал штрафной где-то метров 15 от ворот. И вот ударом забил гол. Первый сезон играл за российский кафель свой, за команду, которая играет во второй лиге сейчас. Вот. Этот матч был дебютом в команде «Газпром». Удалось забить гол. Не менее интересной выдалась встреча между «Сок-М» в темной форме и «Кифой». Это первая лига третьего дивизиона. К перерыву «Торчиха», ну то есть «Сок-М» повела 4-2. Во втором дж-тайме увереннее на поле выглядела «Кифа», которая на последних минутах и вовсе вышла вперед 5-4. Но последнее слово осталось за футболистами «Сок-М», которые смогли вырвать еще одну ничью в этом дне 5-5. Единственная команда, которая еще не выигрывала, к тому же имеет в активе знаменитый 0-0, это горно-алтайская и «Жем-Ди». У коллектива под названием «Си-Эк» на игру с Киприна пришел целый один человек, наверное, чтобы расписаться в протоколе за техническое поражение и побрести дому. В эти выходные 5 мячей занес себе на бомбардирский баланс Дмитрий Иванов из новоалтайского восхода, скоро 200 уже насобирает, Кирилл Макаров из БУИ, 4 забил, Игорь Кербер из диагностического центра 3 и 2 из них. Что характерно, головой. Некоторые интриги уже исчерпали себя в этом чемпионате, где, напомню, собралось больше 70 команд. Так, из второй лиги в первую, очевидно, выходят бийский пикет и Сиба Наргамаш. Из нижней части вылетают сами видите кто. Турнир подходит к закату, как и сама зима. Полувесенние настроения в прогнозе погоды далее. Ну, хотя бы светлеет рано, это надо признать. До свидания. А день? Какой был день тогда? Ах да, среда. Именно сегодня мне впервые довелось попасть в здание издательского холдинга «Прожектор». А хорошо там, господа, и кофе вкусным угощают, но главное, с самого раннего утра нам пишут. Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. Какой романтик в эти теплые февральские вечера не гуляет по Ленинскому под снегопадом, но амбивалентность этого погодного явления налицо. Дорожники края не успевают расчищать трассы от снега и наледи, пишет сегодняшняя «Комсомольская правда». Несмотря на то, что работают круглые сутки. Особенно много снега выпало в Змейногорском, Третьяковском, Черышском и Усть-Пристанском районах. Зачастую между населенными пунктами из-за снега сообщения вообще отсутствуют. Приходится везти больного в райцентр в условиях нулевой видимости и вытаскивать с обочины пассажирские автобусы. Тяжелая техника нам в помощь, в том числе и военная. Хотелось бы еще по маленькому танку для рядовых пешеходов. Барнаульцы не оценили усилия мэрии в снегоборьбе. Задаются вопросом аргументы и факты. «Мне не важно, сколько единиц техники в городе задействовано, сколько тонн снега вывозится», говорит жительница Солнечной поляны Ирина Мартынова. «Мне важно, чтобы я и мои родные могли пройти по улице, не рискуя сломать ноги и каблуки и безопасно сесть в автобус». Излагая мнение возмущенных горожан, аргументы отмечают и успехи дорожных служб. Например, победу над непобедимой с начала зимы толще льда между трамвайными путями на площади Октября. Пишут свежие аргументы и факты и о ежегодной напасти эпидемии гриппа и ОРВИ. Как вести себя в условиях карантина, об этом никогда не лишне напомнить. А если вам подойдет способ закаливания практически не болеющих воспитанников Барнаульского детского сада номер 166 «Родничок», вот они босиком на снегу, обливаются ледяной водой, то ведро вам в руки. И еще о здоровом образе жизни, на сей раз от московского комсомольца. Большая статья посвящена «Великой битве с курением», один из главнокомандующих которой, наш земляк, зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. Знаменитый антитабачный законопроект принят во втором чтении. До времени икс остается совсем немного. «У курильщика нет права травить табачным дымом других людей», говорит господин Герасименко. «Спорить бессмысленно, прислушаться стоит». Давайте хотя бы Индии и Китаю уступим, наконец, сомнительное первенство по общему числу курильщиков. Не кашляйте. Увидимся в пятницу. Счастливенько. Целую. Приветствую вас на страницах журнала «Происшествия». Сегодня мы немного отступим от привычного формата и условно разделим ЧП, произошедшие за неделю, на серьезные и курьезные. Предлагаю начать с последних. Кто-то живет, чтобы есть, а житель Залесовского района грабит, чтобы закусить и выпить. Он пришел в продуктовый магазин и сказал продавцу, что у него в рукаве пистолет. Угрожая курткой, парень потребовал две бутылки водки и колбасу. Получив желаемое, разбойник скрылся. Полицейские оперативно установили личность похитителя и задержали его. Правда, похищенное изъять не удалось. Молодой человек успел все употребить. За столь шикарный пир ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пример подопечных оказался заразительным для алейского скотника. Вероятно, насмотревшись, как коровы жуют траву, он сам начал делать то же самое. Правда, употреблял мужчина не сено, а марихуану. Кстати, скотник не только ел ее, но и пил, и, конечно, курил. Во всяком случае, именно об этом он рассказал наркополицейским во время своего задержания. Правоохранители изъяли у гурмана более килограмма марихуаны, которой скотник подчевал не только себя, но и своих знакомых. На этой неделе отличился Бурлинский район. Сначала здесь померились силами грузовой поезд и снегоход. Охотник из Новосибирской области застрял на рельсах. Быстро освободить свой 300-килограммовый аппарат у него не получилось. И хотя движение на данном участке не очень оживленное, как назло в этот момент, на горизонте появился грузовой поезд. Он пытался избежать столкновения, но вступить в неравный бой тяжеловесу все же пришлось. К счастью, охотник успел отбежать, пострадал лишь его снегоход. Сейчас следователи транспортной полиции проводят доследственную проверку. Днем позже в самой Бурле состоялось похищение. У 50-летней хозяйки дома была увеселительная вечеринка. Когда она завершилась, женщина не смогла найти своего питомца, полуторагодовалого тойтерьера. Позже выяснилось, его унес 22-летний гость, поместив собачку за пазуху. Питомца владелица вернул участковый. Будет ли похититель наказан, сейчас решают полицейские. Не остаются без работы пожарные, следователи и инспекторы ГИБДД. Далее расскажем, с чем и с кем им пришлось столкнуться за последние несколько дней. Сразу три человека погибли в Краснощековском районе. В одном из домов райцентра ночью произошел пожар. Когда огнеборцы прибыли на место, пламя уже успело охватить все строение. Во время тушения в комнате на полу обнаружили тела трех человек. По словам очевидцев, погибшие выпивали перед пожаром. О чем говорила и обстановка в доме. Предварительной причиной трагедии назвали неисправность электрической плитки, которую никто не выключил, прежде чем уснуть. В Барнауле по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки следственный комитет разыскивает мужчину, небритого, с язвами на лице лет 35-38, ростом примерно 170 сантиметров. По словам ребенка, преступник был одет во все темное и грязное. С информацией о подозреваемом просят обращаться по телефонам в краевой столице. 29 80 94, 29 80 02 или 02. У торгового центра Европы в краевой столице вновь произошло ДТП. Здесь столкнулись сразу четыре машины. Точнее, их столкнул в одну кучу нетрезвый водитель Тойоты Короны. Три автомобиля на перекрестке ждали зеленого сигнала светофора, а четвертый мчался сзади. Остановился он лишь когда смял впереди стоящих. Правда, и после этого пытался уехать. Его задержали водители пострадавших авто. Все остались живы, но одна женщина получила травмы. От водителей перейдем к пешеходам. Давненько на них мы не обращали свой взор, а точнее объектив видеорегистратора. Пожалуй, стоит наверстать упущенное. Тем более, что некоторые авторы постарались на славу и из жизненной ситуации сделали целый клип. Необычный пешеход путешествует по дорогам нашей необъятной родины. Безопасный переход через проезжую часть ему обеспечивают голуби, создавая своеобразное силовое поле, которое заставляет железных коней останавливаться. Стой, 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 стой! Это властелин голубей, короче, чем голубей. Любим мы капане мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. К сожалению, у этой семейки нет защитного поля, поэтому им приходится рисковать своими жизнями, перемещаясь с одной стороны дороги на другую. Следующий пешеход хоть и человек, но по своему состоянию напоминают домашних собратьев предыдущих героев. Опан, кам нам ста! Следующая ситуация, запечатленная на видеорегистратор, забавляет, но больше поражает. И тем, что мамаша пытается провести санки по асфальту проезжей части и равнодушием окружающих, которые даже не пытаются прийти на помощь. В их числе и автор записи он не просто выложил видео в интернет, а еще и музыкальную подложку добавил. И водители, и пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения и будьте вежливы друг к другу. Берегите себя. Увидимся в следующую среду.